Сентябрь начался для многих авторов на пульсе от Мэйл с не очень приятных событий. И дело даже не в том, что многие авторы на пульсе, возможно, школьники и пошли учиться в школу. Нет, дело не в этом. Дело в том, что доход сильно просел. Причем просел сильно, просел еще и у меня, и, наверное, многие сейчас меня отправят устраиваться на завод. Но я с этим вопросом еще повременю. Вот. Ну а сегодня подробно о том, как, насколько, и порассуждаем о том, почему. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Вообще нельзя сказать, что я не ожидал падения дохода на пульс. И, в принципе, сентябрь был датой вполне логичной. Ну почему? Потому что это начало нового квартала. Да-да, правильно говорить именно квартал, не квартал. Квартал нет вообще такого слова. Но это так, отступление. Квартал и в случае времени, квартал и в случае района. Так вот, сентябрь начало нового квартала. И, в принципе, у компаний старый рекламный бюджет должен был израсходоваться, а новый они еще не должны были успеть заложить. Поэтому, да, здесь должна была сыграть сезонность. Плюс падение дочитываемости тоже вполне ожидаемо. Уменьшение числа читателей вполне ожидаемо, потому что 1 сентября. У кого-то там есть дети, у кого-то есть там какие-то заботы. 1 сентября, начало нового учебного года, студенты пошли учиться, школьники пошли учиться. У людей возникло множество новых проблем, которых у них ранее не было. Когда они там резвились, веселились на пляже, прыгали в воду, отдыхали и весело проводили время. Теперь эти проблемы появились. На улице дождик, холодно. Короче, полноценная осень. Это, вероятно, поняли еще и рекламодатели, которые бюджет этот рекламный урезали. Ну и, собственно, как я сказал, падение дохода на пульсе было вполне себе ожидаемым. Не ожидаемым было только то, что падение произойдет прям настолько. Как я уже сказал, многие, наверное, после того, как я покажу статистику, отправят меня на завод. Ну, давайте посмотрим ее. Ну вот, давайте откроем статистику. Здесь у нас канал по истории. График у нас на 7 дней. Что мы видим? Итак, понедельник. Выручка у нас где-то 1000 рублей. Предыдущий день у нас воскресенье 12 сентября 838, потом суббота 785. Но это выходные дни, поэтому здесь все очевидно. Но если посмотреть будние дни на неделе, ситуация немногим лучше. То есть у нас пятница 1163, четверг 1207, среда 1248. Как мы видим, по всем показателям здесь минус 21% читателей. Читателей стало меньше. Просмотров на 23% тоже меньше. Кликов на 23. Ну, практически все снизилось на 23%. При этом средний CTR увеличился на 10%. Дочитываемость увеличилась на 1%. И все это началось где-то с сентября. Ну, то есть давайте откроем график на 30 дней и посмотрим. Прям такое сильное снижение началось вот среда 1 сентября. Тут, кстати, если сравнивать с аналогичным таким же периодом, понедельник, 2 августа, но это месячный график. У нас в августе было 2393, ну как вы видите. Но с 1 сентября доход начал снижаться 1377 рублей, 1290, 1244. И вот это вот падение, оно продолжается. Пока что месячная выручка не такая уж и плохая, 43 тысячи с одного канала. Но до этого периода, если смотреть, у нас здесь 20 августа 2000. То есть где-то канал приносил по 2000 в день. 1976, 2127. Ну и вот началось падение с сентября. И в принципе понедельники, вот допустим, были всегда таким днем, когда более-менее нормальный доход всегда был. Вот смотрим понедельник 2127 рублей. Здесь понедельник 1782 рубля. Но вот вчерашний понедельник у нас принес всего лишь 1000 рублей. Никогда такого не было. Вторник на данный момент и того меньше 446 рублей. Но тут пока непонятно, потому что день не закончился. Что касается читателей. Давайте посмотрим. Количество читателей, как вы понимаете, тоже снизилось. Но тут вот у нас 14 тысяч, а вчера 11 тысяч. То есть по сути-то не такая большая разница, но заплатили в разы меньше. Смотрим понедельник 17 тысяч, здесь у нас 14-17 тысяч, здесь у нас 17 тысяч, здесь 16-17. Ну то есть падение такое. Почитателям на 6-7 тысяч. Что у нас на канале про фильмы? Давайте переключимся. Здесь у нас, если посмотреть статистику за 30 дней, средний CTR у нас показывает вообще плюс 313 процентов, а дочитываемость на 19 процентов выше. Ну то есть CTR был вообще практически никакой. При этом месячная выручка снизилась на 35 процентов. Это за 30 дней. Давайте посмотрим. Вот допустим здесь был пик. И мы смотрим четверг 12 августа, то есть аналогичный период у нас было 550 рублей за сутки, а сейчас у нас суббота 92 рубля. Это 11 сентября. Ну и тут как бы все равно наблюдается значительное падение. То есть у нас если было в начале месяца понедельник 16 августа 302 рубля, потом вторник 264 рубля, ну и вот четверг 320 рублей, где-то 500-300 рублей у нас снизилось до 143 рубля. 92, 85, 122, где-то до 100 рублей. И вот тоже началось где-то у нас с сентября. То есть если у нас еще 1 сентября было нормально, 2-го 247, 3-го сентября 221, то потом опять же резкое падение. 82 рубля, 69 рублей, 128 рублей. Ну то есть грубо говоря доход снизился где-то в 2-3 раза. Это на канале про фильмы. Сегодня вот у нас 46 рублей, но тут тоже не стоит считать, потому что день еще не подошел к концу по читателям. Вчера было кстати 2000 читателей, сегодня у нас 847, посмотрим сколько будет. Ну здесь вот 2000, а здесь 3000, то есть на полторы где-то снизилось количество читателей, что в принципе-то и не так много, ну где-то треть. Вообще давайте опять переключимся на канал по истории. Ну то есть в сентябре мы видим значительное проседание по уровню дохода. Даже вот можно с любым другим месяцем сравнить, даже пусть не август будет, ну скажем июль. Давайте выберем период. Сентябрь, август, июль. Вот посмотрим с первого по 31, что у нас здесь. У нас здесь вот во вторник пришло 3000 рублей, 2526, 2678 и выручка только с одного канала 64 тысячи. Что у нас сейчас? Давайте опять на 30 дней. Эта выручка в 43 тысячи включает у нас еще и август, но если мы переключимся на 7 дней, у нас где-то почти 7 тысяч. Сегодня посчитать, наверное, будет где-то около тысячи, но получается по тысяче в день. И это, если подсчитать на месячный доход, будет примерно 30 тысяч рублей за месяц. То есть на 50%, грубо говоря, на 50% у нас просел доход в сентябре. О канале про фильмы тоже говорить не приходится. Там сейчас выручка за 7 дней по 100 рублей где-то в день. Давайте также посмотрим июль с первого по 31. Там месячная выручка была 10 160. Это при том, что некоторые дни у нас получалось вот 596 рублей, 365 рублей, 388, то есть где-то по 400 рублей. Вот здесь вот нам показывает, подсказывает, что во вторник 22 июня доход был 1108 рублей. То есть вот такой вот резкий всплеск. Это при том, что тогда как раз CTR у нас был минус 41%. Это вот как раз то, что он вырос на 300%. У нас CTR был в то время 0,99. То есть на пульсе CTR-то и не так уж и важен. Средний CTR 0,99. Сейчас у нас CTR, давайте посмотрим. Сейчас на этой неделе у нас CTR 3,85. Это плюс 5,2, то есть CTR значительно выше. Дочитываемость вообще не изменилась. На 30 дней статистику я уже показывал. 3,39 это выросло с 0,9 до 3,39. Показывает плюс 313%. И дочитываемость плюс 19%. То есть статьи стали больше читать, статьи стали дольше читать. Здесь дочитываемость это 72%, а там 79, то есть плюс 8%. Ну собственно вот, вот такие вот пироги. Меня единственное, что в этой истории смущает, что CTR растет, дочитываемость статей растет, а доход при этом падает. При этом я не думаю, что качество моих статей ухудшилось. Оно скорее наоборот улучшилось, потому что я стал писать новые статьи, я стал писать более длинные статьи, я стал добавлять больше источников. Плюс статьи стали длиннее и в них стало больше рекламы, то есть 2-3 рекламы. Раньше максимум 2, иногда 1. Сейчас максимум 3, чаще всего 2. Я в некотором роде грешил на тематику. То есть в чем это выражалось? Раньше я брал конкретный один исторический период, а сейчас немного другой исторический период. В целом больше затрагивается. Но я думаю, дело не в этом, потому что на канале Парафильмы примерно та же ситуация, но тематика там вообще никак не менялась. То есть как я писал раньше про киноляпы, так я и пишу там про киноляпы. Многие наверное подумали, что стоит написать техническую поддержку и узнать, что же случилось. Так я написал в техническую поддержку, вот что они ответили, давайте я вам зачитаю. Игорь, добрый день. В показах каналы не ограничены, но сказывается сезонность, но о которой я и сказал. Кроме того, на платформе становится все больше блогов, статьям труднее конкурировать за показы внутри рекмодели. Советуем вам ссылаться в статьях на авторитетные источники и экспертные мнения. Например, на научные статьи и исследования, энциклопедии, официальные статистические данные, мемуары, воспоминания современников, ссылки на источники. Лучше добавлять по ходу повествования, оформляя в текст или в конце статьи убирая под спойлер. Ну вот с сезонностью в целом все понятно. Об этом мы уже поговорили. Что касается конкуренции. Насчет конкуренции я не очень уверен, потому что на пульс от мейл не завозили новых инвайтов. То есть там как висело ограниченное количество инвайтов, так оно и осталось. Откуда взяться сейчас вот в сентябре куча новых авторов, что доход снизился аж в два раза, не совсем понятно. При этом я знаю, что многих авторов еще и ограничили. Об этом я рассказывал в прошлом ролике. В подсказках прикреплю, посмотрите. Что касается вот этого вот пункта, где советуем ссылаться на статьях на авторитетные источники, экспертные мнения, научные исследования, энциклопедии, официальные статистические данные, мемуары, воспоминания современников, так я это практически в каждой статье и делаю. Чаще всего это воспоминания современников, те же самые мемуары, иногда энциклопедии, ну и часто выдержки из каких-то крупных изданий. Но это касается канала по истории. На канале про фильмы чаще это просто цитаты из этих фильмов, иногда какие-то мнения режиссеров, те, кто снимал это, но не суть. Суть в том, что источники у меня указаны, при этом они довольно авторитетные. Мне только не совсем понятен пункт про то, что ссылки на источники нужно добавлять по ходу повествования, либо в конце пряча их за спойлер. Насколько я помню, в редакторе Пульса есть такая возможность в редакторе делать абзац цитатой. И под каждой такой цитатой указано, что вот здесь разместите источник. Это не ссылка, это просто источник. Вот туда я и размещаю. Если у вас в редакторе есть такая возможность, то я там ее и оставляю. Ссылку там поставить вообще невозможно, то есть я имею в виду гиперссылку, на которую нажимаешь и тебя перебрасывает. Но просто указать источник, что это взято вот оттуда-то оттуда, а я так и пишу, что вот это вот там, скажем, советская энциклопедия Том-5, или там воспоминания маршала такого-то, такого-то. Это все у меня есть. В конце в спойлеры я никогда не ставлю, потому что если у вас есть возможность оставлять источник под цитатой, то, как я уже сказал, этим я и пользуюсь. В общем, я не думаю, что проблема в источниках. Сезонность, да. Конкуренция, ну, под сомнением. Оформление статьи, как я уже сказал, оно лучше стало. Ну, на мой субъективный взгляд. Так что если это сезонность, то будем надеяться, что все восстановится и будет как раньше, хотя как раньше уже вряд ли будет, потому что я наблюдаю падение доходов. Примерно вот с самого начала, как я начал писать на пульсе, ну, то есть изначально это было по 3,5 тысячи рублей в день, иногда там доходило до 5600 в день. И постепенно так снижалось, более-менее стабильно устаканилось на 2000 в день. И вот сейчас опять произошло значительное снижение доходов. Будем надеяться, что пульс не превратится в такую площадку, где тебе там приходят рублей по 300-500 за день, даже на хорошем канале. А остальные авторы вообще получают сущие копейки. Но опять же, я думаю, что скорее всего на данный момент это связано с тем, что рекламодатели не заложили новый бюджет. Возможно, рекламодателей стало меньше. И со временем все вернется к более-менее приемлемым показателям, стабильным показателям. Вот. Ну, а у меня на этом все. Посмотрим, как будет дальше. До новых встреч. Пока.